Да, и всего две потери на самом деле. Да, но там пара фолов, которые записываются, не как потери. У-у-у, казни. Соперник откидывает Зайца, вот он скидывает под средний бросок Лабири. И хорошие смены. Вот то, о чем мы говорили. В серии сам Перасович признавался, что в путь Дмитриевича не было бы у нас многих побед. Кирик прибегает помогать Оставковичу, но обратно. Отбегает и в итоге Лабири. И сохранить Паскуалия тут тоже, пожалуй, организация молодца. Конечно, конечно. Так, Лабири. Команда. 16 очков у Георгия Жбанова. И за 18 минут. У него продуктивность выше чем... Один из самых опытных, самых возрастных игроков в этом сезоне. Тяжелый мяч. Когнитивный диссонанс у меня по этому поводу. Лабири. Здорово. И под сиреном. Кольца добирается, но не забивает из-под кольца. Похоже, вообще туда пробрался. Лабири забивает. Обостряет внутрь, скидывает на периметр. Дмитриевич не глядит. А лучше бы посмотрел, потому что пришлось партнеру мяч. За мяч. Вот, посмотрю, что Морман может сделать. Очень мало времени уже остается на атаку. Примерно в такую же погоду, мне кажется, играли бы чемпионат мира в Катаре, если бы он проходил летом. Ханна залезает. Оставаться голодным. Возможно, это именно про Аджиальна Рейнольдса, Георгий Жбанов. Какой фейк. Классная передача на Лабири. Данк с двух рук. Ну и в этом сезоне уже несколько раз появлялась в стартовой пятерке. Луи Лабири заряжает дальние дистанции. Заигрывает Лабири против Хортена. Но все. Не похоже, что Лабири, но он будет преимущества. Нет, все-таки справился. Некоторые проблемы для Уникса в нападении, которые на данный момент есть. Дэрил Мейкон на Лабири. Какой. Дмитриевич. Дэрил Мейкон. Дальше до Лабири. Доводит Лабири еще трех. Предсезонка. И вот очень демонстративно. Лабири. Фейский стиль игры. Томаса все-таки не на физике он основал. Лабири. Да, вот так сверху. Никита Михайловского желает его спиной продавить. Продолжает Лабири. Все-таки левый. Явно, что Уникс торопиться никуда не будет. Вот и сейчас играет позиционное нападение. Хантер на Лабири. Теперь уже. Десять очков уже преимущество ЦСКА. И пока в защите. Казанцы не находят варианта. Тут расцветает Дэвидов. Здорово установил позицию Кулагин. И быстро вернулся Хэм вниз. А вот это передача. А вот... Девич. Со средней атакует. Скидывает на Панкрашова. На последних секунд их владения. Антон очень неточен. И хорошая передача на Лабири. Замена, ну что? Нет, Попова не вижу. Без... И ничего страшного в этом нет. Постепенно. Да и в этом матче постепенно результативность будет расти. И вот смотрите! Продолжение следует...